привет друзья сегодня я вам расскажу как создать такой вот интересный ажурный узор спицами вяжется он несложно выглядит интересно очень так красиво мне нравится как смотрится он выпукло так необычный такой узор это лицевая его сторона а так он выглядит с изнаночной стороны в раппорте узора 10 петель и 8 рядов вверх для образца я набрала количество петель кратное 10 плюс одна петля для симметрии и 2 кромочные петли и давайте приступим к вязанию первый ряд кромочная петля снимается провязываем 1 лицевая дальше 2 вместе лицевой с наклоном влево лицевая накид 3 лицевые петли накид лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо это раппорт узора дальше он повторяется до конца ряда в конце петля для сметрии провязывается лицевой кромочная петля провязывается изнаночной второй ряд и все четные ряды вяжутся по рисунку кромочная петля снимается и провязываем как смотрят петли накиды провязываем изнаночными третий ряд кромочная снимается провязываем 4 изнаночные петли делаем накид 3 вместе петли изнаночной провязываем, накид и 3 изнаночные петли. Это раппорт узора, дальше он у меня повторяется. В третьем ряду петля для симметрии провязывается изнаночной и кромочная петля провязывается изнаночной. Дальше у нас идет четвертый ряд по рисунку. В четвертом ряду накиды мы провязываем лицевыми. Теперь пятый ряд кромочная петля снимается и мы провязываем 1 лицевая, 2 петли лицевой с наклоном влево, накид, 5 лицевых петель, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Это раппорт узора, дальше он у меня повторяется. В конце петля для симметрии провязывается лицевой, кромочная петля провязывается изнаночной. Дальше идет шестой ряд, все петли по рисунку мы провязываем, накиды мы провязываем изнаночными. Теперь седьмой ряд кромочная снимается и провязываем все петли изнаночными. Восьмой ряд все петли мы провязываем лицевыми. Смотрите, друзья, а начиная с девятого ряда узор повторяется с первого ряда. В итоге получается очень интересный такой красивый ажурный узор. Всем спасибо за внимание, смотрите видео и подписывайтесь на канал. Всем пока!